И вот Мавродий просто-напросто стал эту энергию, которая уходит в никуда. Она уходит в никуда. Он ее стал собирать через соответствующие вот эти схемы, которые он придумал. И у него все хорошо получалось. Почему? Потому что, значит, а что гудит-то? Недовольство народа. Вот этот гудвилл народа. Я чего-то могу, а меня никуда не позвали. Вот. И, соответственно, значит, и у меня есть какие-то денежки, значит, которые не в ванке и не где-то там. Они у меня там накопились где-то там под матрасом. Вот эти деньги из-под матраса, а это то, что в этом самом трансформаторе греется. Вот они лежат и никуда не используются. Вот, Мавродий эти деньги забрал. А второе, это то, что гудит. А гудит, это материальная часть. Это деньги из-под матраса. А, значит, а то, что гудит, это нематериальный актив. Это то, что человек может сделать. Я бы хотел. Я бы еще чего-нибудь, понимаешь, он делал, куда-то вошел. Там что-то такое. Вот это некоммерческая экономика. Вот на чем работал Мавродий. А, естественно, пусть лучше это гудит и греется, пропадает в никуда, чем появляется, понимаешь ли, неподвластный, независимый, собостоятельный, с опорой на собственные силы народа, значит, субъект экономики. Вот почему Мавродия задавили. Когда они, политики, значит, подняли лозунг учиться у Мавродии настоящим образом, мы исходили также из того, что, значит, вот это гудит и греется. Ни высоким контуром, значит, правительству Мишустина, ни сетями, значит, всяких там пятерочек не охватывается. Поэтому, значит, ну, а мы чего? Значит, понятное дело, если будешь работать на жадности, то есть тем же самым мотивом, то у насекомых так же, как и Мавродия. Поэтому мы сказали, ну, давайте мы, вот, речь-то идет о том, что, значит, впереди-то информационное общество, впереди-то, понимаешь, нематериальные активы. Давайте попытаемся сработать на славе, потому что, значит, социальных инстинктах и всего три. Значит, это власть, деньги и слава. Ну, еще четвертый, там, понимаешь ли, Март, в чем смысл жизни в борьбе? Ну, еще есть, есть еще четвертый, но на земле этот счет должен быть, поэтому есть еще четвертый, значит, ну, таких людей мало, которые, так сказать, смысл жизни видят в борьбе. Нет борьбы у него, у него, понимаешь ли, и жить незачем. Так вот, попытались мы сделать на славе. То же самое попытались сделать. Не работает. Не работает. Народ, значит, простой народ, он понимает, что славу, значит, какого-нибудь там художника великого, славу, значит, какого-нибудь там поэта, он, человек простой, не обретет. Он это спинным мозгом понимает. А жадность у него работает. Жадность у него работает, потому что кушать хочется. И, ну, конечно, вот в походе, значит, учиться у Мавроди настоящим образом сделать то же самое на славе, у нас ничего не получилось. Ничего не получилось. Народ не клюет на славу. Не клюет на славу. А, значит, если говорить о том, значит, что делать? Ну, да, собственно говоря, на лед народ клюет на жадность. Значит, а как сделать жадность мотивом для всех? Так вот, это некоммерческая экономика. Коммерческая – это купи-продай. А некоммерческая экономика – это не прибыль в денежном выражении. Это польза в натуральных, значит, исчислениях. И это перспектива. Мы так думаем. Но, значит, это все имеет историческую основу. Почему? Круговая порока, артель. В артеле, так сказать, все одинаково, это одинаковая, общая, так сказать, одинаковая ответственность за, значит, конечный результат. Ответственность одинаковая, а распределение не одинаковое. Мастера получают больше, подмастерия меньше, ученики меньше. А ответственность у всех одинаковая. Вот смысл, так сказать, некоммерческой экономики артельного типа. Можно ее развернуть? Можно. Современный законодательство позволяет? Позволяет. Чего не хватает? Не хватает форс-мажора. То, значит, обстоятельства непреодолимой силы, которые загонят народ в эти некоммерческие организации. Спасибо, спасибо партии ЮДИ России. Спасибо кремлевским за то, что они развернули специальную военную операцию. Ибо эта специальная военная операция, это и есть та. И та, так сказать, обстоятельства непреодолимой силы, тот самый форс-мажор, который в результате того, что никто не думал, загонит людей в некоммерческую экономику. Дорогие друзья!